Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Про Стивена Спилберга, самого успешного в мировом кинематографе голливудского режиссера и продюсера современности, известно почти все. Но кто, как не он сам, сможет лучше всего рассказать о себе языком кино? Сегодня речь пойдет о фильме Фабельманы, который вышел в 2022 году и был номинирован в категориях лучший фильм и лучший режиссер на премию Оскар 2023. Вы узнаете о том, что в фильме соответствует реальным фактам из биографии Спилберга, каковы основные темы и элементы его стиля и каков смысл этого самого личного фильма режиссера. Итак, поехали! Фабельманы – это история нескольких лет жизни одной обычной еврейской семьи, частично основанная на детских и юношеских воспоминаниях режиссера. Действие разворачивается в послевоенной Америке 50-х. Мы увидим вереницу радости и невзгод, заблуждений и прозрений, разочарований и важных решений внутри маленького социума глазами единственного сына молодого Сэма, увлеченного кинематографом. Можно ли назвать эту картину автобиографической? И да, и нет. Сам режиссер называет Фабельманов полуавтобиографическим рассказом и избегает определения основан на реальных событиях. Спилберг так и не раскрыл многих секретов. Но все же можно найти определенные сходства с настоящими событиями жизни режиссера и его близкими. Главного героя истории, маленького Сэмми, еще в раннем детстве ошеломило волшебство кинематографа. Неизгладимое впечатление на самого Спилберга в 6 лет произвел поход с отцом и матерью в кинотеатр на фильм «Величайшее шоу мира» 1952 года, впечатление от которого он пытался позднее воспроизвести не только в своих детских постановках, но и во всех приключенческих картинах. У самого Спилберга есть три младшие сестры – Энс, Ю и Нэнси, которых он нещадно пугал и мучил своими первыми съемками. Уже в 12 лет он использовал их в качестве актеров для ролей в вестерных и фильмах ужасов. В фильме у героя также есть сестры. Отец Сэмми – Берт в исполнении Пола Доно, трудоголик, инженер-электрик, мало проводил времени с семьей. Арнольд Спилберг работал в области компьютерной разработки и помог создать сбор и запись данных в реальном времени. Он также был фанатично предан своей работе. Огромное влияние на героя фильма оказала мама – Митси в исполнении Мишель Уильямс, домохозяйка и несостоявшаяся талантливая пианистка. Невозможность реализовать себя в творчестве стала причиной нестабильного настроения и ярких эмоциональных всплесков. Мать Спилберга Лия действительно была концертирующей пианисткой. Она пожертвовала своей карьерой ради семьи. Спилберг воспринимал мать как подругу и называл ее Питером Пеном – мальчишкой, который не хотел взрослеть. Скучную семейную рутину она пыталась разнообразить изобретательными праздниками, представлениями и поездками. Эпизод с обезьянкой, которую мать принесла домой, также из реального детства режиссера. Развод родителей для Спилберга явился главной травмой детства. Его мать уходит к Берни Адлер, одному из лучших друзей отца, и позднее выходит за него замах. Режиссер долго не мог простить отца за то, что он оставил мать, хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот. Арнольд Спилберг долго скрывал правду, так как не хотел, чтобы дети винили хрупкую Лию. Спилберг, как и Сэмми, остается жить с отцом после развода родителей. В фильме разрыв изображен очень деликатно и почти за кадром. Мы понимаем о накале чувств лишь через эмоциональный эпизод разговора с Сэмми с матерью, а также реакции отца на письмо почти в финале фильма. Один из второстепенных, но важнейших персонажей является дядя Борис. Он высказывает главные мысли о противостоянии искусства и семьи и призывает попытаться найти баланс между страстью и обязанностями. Персонаж был вдохновлен реальным дядей Спилберга Борисом, которого он видел всего дважды в своей жизни. Он работал в цирке укротителем львов. У него был очень сильный акцент, и разобрать его слова было невозможно. Режиссер дал полную свободу актеру Джаду Хиршу, чтобы тот мог представить свое собственное видение этого персонажа. Первые самостоятельные фильмы Спилберга, которые он снимал с друзьями в юности, были про Вторую мировую войну. Все они вдохновлены фильмами того времени. «Летающие тигры» 1942 года, «Пески и Вадимы» 1949 года. В «Фабельманах» целый эпизод посвящен съемкам подобного фильма. Такая увлеченность батальными сценами достигла совершенства в одном из лучших зрелых фильмов режиссера «Спасти рядового Райана». Финальная сцена со знаменитым постановщиком-вестерном Джоном Фордом в исполнении культового режиссера Дэвида Линча, по словам самого Спилберга, повторяет полностью события того времени. Во всех фильмах Спилберга есть темы, которые он использует в каждом или почти каждом своем фильме. В Голливуде режиссера называют «малыш». Инфантилизм остался с ним до сих пор. Он играет в детские игры и продолжает снимать фильмы для всей семьи. На многих фото он в белых носках. Герои его фильмов часто дети и подростки. Его, первого режиссера, воплотили в фигурки Лего. По сути, весь фильм «Фабельманы» построен на теме детства и взросления. Самая тяжелая травма детства часто всплывает в фильмах Спилберга в разных формах. В «Инопланетянине» мать с детьми пытается выжить одна после развода. В фильме «Фабельманы» также тема развода одна из главных. Спилберг – прекрасный рассказчик. Каждая его история построена четко по классическим драматургическим правилам. Он не любит смешивать жанры и в случае с «Фабельманами» следует тому же правилу. Перед нами драма, основанная на фактах биографии. Спилберг почти всегда отодвигает социально-политические мотивы в своих фильмах на второй план. В «Фабельманах» они также сглажены. Просматривается тема «Место женщины» в обществе 50-х в образе матери Сэмми, которая страдала от невозможности реализовать себя. А также тема острого антисемитизма в школе среди сверстник. Хотя Спилберг любит фантастику и приключения, и в большинстве его фильмов акцент на развлечения, в «Фабельманах» он вкрапляет яркие сцены съемок, но акцент делает на более интимный разговор и психологию. В «Фабельманах», как и почти во всех фильмах Спилберга, есть только линейное повествование и основной сюжет. В центре истории режиссера всегда обычный человек, со множеством сомнений и комплексов. Часто сочетает в себе детскость и взрослое упорство в достижении цели. Все это можно сказать о нашем герое Сэме. Антагонист в фильмах Спилберга почти всегда намного сильнее главного героя, часто это природа или стихия. В «Фабельманах» главный антагонист – общественные стереотипы, которые вторгаются в семью и давят на главного героя, а он упорно противостоит им уходам в мир творчества. А сейчас бонус для всех любителей творчества режиссера. Вот вам несколько художественных приемов, которые он любит и использует из фильма в фильм. Итак, режиссер часто использует в кадре зеркала и отражения. Контровой свет есть во всех его фильмах. Постановщик часто использует внутрикадровое кадрирование. И, наконец, знаменитые красные закаты Спилберга можно увидеть во многих фильмах режиссера. И теперь внимание! Мой вопрос для вас. Можно ли эти приемы найти в фильме «Фабельманы»? И в завершении немного о смысле фильма. Семья для Сэмми была самой главной защитой от неопределенности, хаоса и страха. Мать и сестры поддерживали его в начинаниях, помогали ему реализовывать его мечты. Взрослее мальчик учится заглядывать глубже, видеть мир не только на поверхности. Со временем он начинает понимать, что и семья тоже может меняться. Неизменной остается лишь любовь. Мать научила его идти к поставленной цели и не изменять мечте. Отец не стал на его пути и поддержал его выбор. Чувствуя на себе действие несовершенного мира, Сэмми выносит себя за его пределы. Он придумывает и строит свои собственные миры, которые зависят только от степени его свободы. Сэмми погружается в творчество, где кино – спасительная форма эскапизма. Кинокамера помогает отразить жизнь, разглядеть тайны, искупить вину, увидеть себя, стать сильнее, стать самим собой. Стивен Спилберг, один из самых выдающихся режиссеров современности, в «Фабельманах» подводит некий итог борьбы с собой. Этим фильмом он окончательно прощается с детством и юностью, со своими родителями и дарит им бессмертие. А нам еще одну простую и сложную историю о человеческих жизнях через запечатленное время – кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на канале «Кинотрафик». Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok